Всем доброго времени суток! Интернет-магазин Antelife.com.ua представляет вам еще одну новинку. В данный момент это смартфон Star X920. Данная модель поставляется вот в такой вот коробке. Давайте посмотрим основной ее комплект. С телефоном поставляется вот такая вот пленочка. Она снята уже с этого экрана, она просто с надписями, с различными, она мне мешает. Поэтому я ее снимаю. Поставляется вот такой вот интересный бампер, который накладывается на сам телефон. Бампер может быть просто бампером или же подставкой для просмотра видео, например. Идем дальше. Дальше у нас в комплекте. Вот такая вот инструкция. Наушники. Зарядка. USB кабель стандартно. Ну и два аккумулятора у нас в комплекте. Емкость аккумуляторов по 2020 мАч. Скажу сразу, что емкость, скорее всего, немножко преувеличена. Реальная емкость будет составлять порядка 1800 мАч. Итак, перейдем к нашему смартфону непосредственно. Хочется сказать, что смартфон выполнен в стиле HTC Butterfly. Есть уже три копии. Это UMI S1, X920 и старый S5. Либо MIS Z2 он еще называется. Данная модель лично мне очень симпатизирует. Очень нравится мне этот дизайн. Вот эти вот вставочки красные, вот эти ободки, сенсорные кнопки красные тоже имеют очень привлекательный вид. То есть, по дизайну смартфон, ну, понравится, наверное, очень многим. Давайте рассмотрим, что же у смартфона есть. Вот микрофон ее, камера, вспышка. Сверху у нас кнопка включения, разъем под наушники, качелька громкости. Вот такая вот интересная, рифленая, вот такая вот она, если видно, необычная. Снизу микрофон, USB, вход. С этой стороны нет ничего. Давайте посмотрим непосредственно наш смартфон. Экран у нас 5-дюймовый, IPS-матрица. Разрешение экрана 1280 на 720 точек. Грант смотрится очень хорошо, листается быстро. Все супер, все летает. Не зря, потому что процессор MTK6589. Давайте посмотрим наш смартфон через программу Antutu. Показывает он стандартное 13233. Это отличный показатель для MTK6589. И мы видим основные технические характеристики в виде 1280 на 720 разрешения. 320 плотность точек. Оперативная память 1 гигабайт. Встроенная память у данной модели своих 8 гиг. Обязательно подключаются карточки памяти. Это размером таким, как 16, 32, 64 не пробовали. Версия Android 4.2. Две отличных камеры. Давайте посмотрим, что у нас под крышкой в нашем смартфоне. А под крышкой у нас вот что. Вот динамик и разъемы под карточки. Симки и карту памяти. Экран у нас пятиточечный. В принципе стандарт для такого размера, для такого стандарта телефона. Давайте посмотрим все датчики, которые есть у нас в модели нашей. Через Z-Device Test программку. Сразу скажу, что у нас есть, как я уже говорил, две отличных камеры. Есть отличный GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Две SIM-карты. Есть рабочий акселерометр. GPS-а, ой, гироскопа нет. Также нет в модели и компаса. Есть датчик приближения. И также есть датчик освещенности, который отлично работает. Перейдем непосредственно к прошивке. Стоит у нас стандартный 4.2 Android с завода. Мы ничего не трогали, не перепрошивали. Как вы можете видеть, никаких китайских программ, китайского софта здесь нет. Есть вот такой вот... Ох, как много загружено всего. Есть вот такой вот быстрый доступ к всем основным функциям. Это очень удобно. Ну, это стандартно для 4.2 Android. Идем дальше. Смартфон у нас с потрясающим экраном. Очень классные картинки у нас. Давайте посмотрим яркие изображения и как они смотрятся на нашем экране. Во-первых, очень быстро смартфон работает. Во-вторых, качество изумительное. Углы обзора потрясающие. Ничего нигде не преломляется. В принципе, в такой категории вот сейчас выпускаются смартфоны 5-дюймовые с таким разрешением с HD. Во всех смартфонах идет HD разрешение, минимум. И идет IPS-матрица. Что значит, что никаких проблем у вас не будет с воспроизведением качественного видео, качественных картинок, с воспроизведением цветов просто-напросто. Видео. Видео запускается на нашем смартфоне в любом формате, без конвертировки. Отлично воспроизводится, не тупит. Все летает. Как вы можете ее видеть. Идем дальше. Смартфон. А, оно запустилось в фоновом режиме, мы его закрываем. Смартфон у нас отлично работает с браузерами. То есть, работает и мультитач, отлично прогружаются все страницы. Очень все быстро работает, прогружает, обновляет страницы тоже моментально практически. Если сложная какая-то графика на сайте, то немножко приходится подождать. В принципе, так же самое, как и на компьютере. Производительности у смартфона хватает с легкостью, чтобы быстренько обновлять страницы и прогружать их. YouTube. YouTube у нас, в принципе, как и на всех аналогичных смартфонах, работает без каких-либо проблем. То есть, все максимально быстро у нас открывается. Можно запускать онлайн HD видео. Давайте посмотрим пример такого видео. HD формат. Онлайн режим. Загружается, прогружается. Нет никаких проблем. Звук. Звук довольно-таки громкий. Не могу сказать, что сильно орет. Ну и не тихий. В любом случае, всегда можно воспользоваться наушниками. Давайте посмотрим, как наш смартфон справляется с современными играми. Насколько ему тяжело или легко. Звук. 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 Добавил сливочное масло. Добавил сливочное масло. Добавил сливочное масло. Нет никаких вопросов, все что можно, все запускается, никаких пределов нет. Я не скажу, что есть какой-то огромный запас на будущее, нет, наверное, этого нет. Но на данный момент лучше ничего не придумаешь и ничего не нужно. Давайте посмотрим, как работает у нас на нашем смартфоне камера. Есть у него отличная основная камера. С отличным автофокусом. С отличной макросъемкой. А также есть у нас фронтальная камера. Вот такого качества у нас фронтальная камера. Вот такие вот надписи видны. А основная камера у нас снимает вот так вот. Также вы сможете найти фото и видео, снятое данным смартфоном чуть ниже под видео. Ну что, подведем итоги. В целом, в моих руках смартфон очень высокого качества, очень интересного дизайна. Да, смартфон копирует HTC Butterfly, но копия получилась очень такой знатной, очень хорошей. Из плюсов могу выделить, что IPS-экран действительно он IPS. Очень классные углы обзора, очень классная яркость. Насыщенный такой экран, сочный. 8 гиг встроенной памяти на борту, гигабайт оперативной. Отличные камеры, софт-тач покрытие. В принципе, это все. Достойный конкурент UMI S1, Star S5. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok